Крылья Советов взлетели на вторую строчку турнирной таблицы Футбольной Национальной Лиги. Гандбольная Лада проиграла первый финал чемпионата страны. Красные Крылья завершили сезон в Единой Лиге на дне чемпионата. 30-й матч чемпионата Единой Лиги Красные Крылья на выезде проиграли Красноярскому Енисею 76-101. Самарская команда закончила сезон на последнем 16-м месте. Во время соревнований Красные смогли только 7 раз отметиться победой над соперниками. Это самый отрицательный результат Крыльев за всю их историю. Регулярный чемпионат Единой Лиги выиграли московские армейцы. На их счету 26 побед. Первый матч финала плей-офф чемпионата России среди команд Суперлиги Гандбольной Лада проиграла Ростову-Дону 22-25. Первый тайм тольятинки отставали всего лишь на один мяч, хотя походу вели плюс один. После перерыва Лада погрязла в ошибках и Ростов увеличил отрыв до трех голов. Переломить ход поединка автозаводчанки не смогли. Ростов отпраздновал первую победу в серии плей-офф. В Санкт-Петербурге Крылья Советов удачно сыграли в Футбольной национальной лиге. С сухим счетом они победили аутсайдера чемпионата местной Динамо. Забивать самарцы начали в конце первого тайма. Пенальти реализовал Алан Чочиев. Дубль нападающий оформил через три минуты после перерыва. Третий мяч на счету Сергея Божина. Точку в матче поставил Станислав Драгун. Он оказался первым на добивании после 11-метрового Корнеленко. После очередной победы Крылья Советов поднялись с четвертого места на второе. И отставание от лидеров Футбольной национальной лиги Махачкалинского Анжи составляет сегодня всего лишь три очка.